Всем привет, дорогие друзья! С вами Юдат, а это клуб настольных игр Мир в коробке. И сегодня у нас на распаковке настольная игра крылья, которая к нам только-только приехала по предзаказу. Итак, друзья, у нас на распаковке крылья с прикольными предзаказанными 3D-жетонами пищи и 3D-скворечниками. Но прежде мы посмотрим на коробочку. Вот такая вот шикарная коробка. Вот такой бротик. Но прежде мы посмотрим, здесь напечатано так крылья. Здесь для вертикального стояния на полке. Здесь для вертикального стояния на полке, но уже с другой птичкой. И здесь уже с описанием для скольких игроков и с шикарной совой. И смотрим наоборот. Как всегда, мы вскрываем коробку аккуратненько, чтобы сохранить пленочку, потому что игра игротечная. И если я стоять без пленки, то коробка просто затрется и убьется. Вот. То есть я знаю, что меня многие хейтят за это, но, увы, друзья, если бы это была домашняя игротека, ради бога. Я бы пленку сдирал просто, чтобы ее не было. Но, увы, это не домашняя игротека, это клуб, поэтому нам нужна пленка. Коробка выполнена под лен, причем такой достаточно жесткий лен. И переворачиваем. И вскрываем вместе с вами, друзья. Итак, нас встречает гора всего, но не правило, что немного удивляет. Обычно сверху лежат правила, но тут, вау, правила сверху не лежат, и это удивительно. И начнем мы, конечно же, с яиц, друзья, потому что это очень круто. То есть это одна из многих игр, которая интриговала, которую я ждал, потому что в ней есть деревянные яйца. Так, стоп, мне здесь кое-что мешает. Так, мы открываем. Мы открываем яйца. Так, нас встречает несколько деревянных яиц. Они, хотя ли они не деревянные? Нет, они пластиковые все-таки. Вот тут видно место литничка. Но они на ощупь деревянные, они матовенькие. Эти шикарного, ну тут не знаю, видно, это такой нежно-нежно-светло-светло-розового цвета. Далее мы открываем белые яйца. Интересно, влияют ли они, то есть это специально они разных цветов или не специально, потому что я всегда открываю игру вживую, то есть я не читаю ни правила, ничего, чтобы были свежие впечатления. Вот, то есть кое-что я знаю, но я знаю только то, что есть на сайте производителя. Едем дальше. У нас встречает зеленые, точнее салатовые яйца. Ну, яиц немного, поэтому я могу... Одно яйцо улетело, это очень грустно. Яиц немного, поэтому могу предположить, что все-таки ты можешь брать любые яйца из резерва. Едем дальше. Остались яйца песочного цвета и сине-голубого, что ли. Так, какой песочный цвет, прикольный. На ощупь они просто шикарные, как антистрессовые яйца, я бы сказал. Так, друзья. Далее мы встречаем голубые яйца. Так, очень крутой цвет, мне очень нравится, я надеюсь, он нравится и вам. Что-то у меня сегодня все ускакивает, друзья. Сейчас я подниму одно яичко, а до второго яичка я не дотянусь. Ух, вот такой вот курьез на съемках, да. Мы продолжаем распаковку, открывая кубики для бросков D6 и кубики-каунтеры. Здесь, кстати, есть поглотитель для влаги, что не может не радовать. И кубики, наши уникальные кастомные кубики, они выполнены из дерева. Бросая их, мы будем знать, какую еду мы получим, судя по всему. Очень приятные на ощупь, но они очень легкие, поэтому это немного пугает. Итак, здесь у нас приходит новый цвет, сиреневый. Хотя тут все цвета новые, но кроме синего, синий похож на такой же цвет, который был и в яйцах. Так, смотрим. Желтенькие кубики. Ну, на самом деле, я думаю, кубики сильно рассматривать не стоит, как бы классические для игр, да, ничего сверхъестественного, ничего военного. Вот такие вот кубики. Органайзер для хранения. Вот его обратная сторона, вот его верх, и мы его открываем, друзья. Ух ты. Ух. Закрыт он был на славу. Вот так вот шикарно это выглядит. Это очень здорово. Он сделан из средней плотности, то есть, из средней плотности пластика. То есть, видите, он гнется, но он такой плотненький, не такой, как в монополии. Давайте так, плотнее, чем в коробках монополии. Крышка сделана из еще более плотного пластика. Вот оборотик. Но закрываем. И давайте же мы посмотрим на наших птичек. Нет, но прежде мы посмотрим на то, что здесь есть. Ничего себе, друзья. Прям вау, для меня это четыре коробочки. Раз, два, три. Вот они, четыре коробочки для компонентов. У меня есть серв, где были такие же коробочки, и там таких коробочек было всего две. Как бы, а здесь четыре это вау. Ну и для меня лично вау. Есть также зип-блоки в количестве две штуки. Блокнотик для подсчета победных очков. Давайте мы еще посмотрим. Есть вот эта штука. Двухсторонняя. Первый раунд, второй раунд, третий раунд. Большинство, большинство, большинство. Ну, счетчик раундов. Такой в себе. Давайте карточки мы оставим на вкусненькое, А прежде мы посмотрим на правила. Правила здесь сделаны ничего себе, друзья, из бумаги подлен. Вот, послушайте. Прямо в руках держишь и приятно. И давайте развернем правила. Внутри они сделаны уже из... Ну, эта сторона глянцевая, а эта сторона подлен. То есть, бумага такая была. С одной стороны глянцевая, с другой стороны леновая. Хотя здесь вот леновая, здесь полу-леновая. Но, прям, вау. Зачет, почет и уважение производителю. спасибо лавки игр. Кстати, спасибо лавки игр за то, что она, вопреки всему, несмотря ни на что, продолжает высылать предзаказы на Украину, что не может не радовать. Ну, вот, потому что ситуация, вы знаете, сами какая. Извиняюсь за секунду политики. Поэтому, для меня это важно и критично. То есть, часть игр я, конечно, покупаю на барахолках и в нашем магазине-партнере. на букву И. Вот. Но, тем не менее, по предзаказу игры намного лучше. Итак, у нас есть планшеты. Они оформлены под такие журналы походные, судя по всему. Вот такой вот шикарный планшет. Просто его, он выполнен под очень мелкий лен. Я вот сейчас посмотрел. Шикарный планшет орнитолога. Их здесь, соответственно, ух ты, их здесь пять. Но один из них, наверное, то есть, это такой же планшет. По цветам, то есть, по отличии цветов игроков здесь, судя по всему, нету. То есть, смотрю, здесь зеленый, здесь зеленый, там синий, там синий. То есть, универсальный планшет. Так, еще один такой же. А, стоп, игра до пяти игроков, извиняюсь. Что-то я поболевший. Нет, это не коронавирус. Не эта популярная болячка. Вот. А игра у нас действительно очень интересная. Она говорит нам о том, что она от одного до пяти игроков, от десяти лет и от сорока до семидесяти минут, наверное, все-таки на человека. а не общее время игры. Вот это, кстати, очень небольшой, ну, это небольшой косяк. Они бы могли писать не просто игровое время, а это на человека или общее игровое время партии. Жетоны, которые выдавливаются хорошо. Прямо просто шикарно, я бы сказал. Но у нас есть замена, это пластиковые жетоны, их мы посмотрим в конце. У нас есть сборный сарайчик. скворечник, скворечник, который выдавливается просто идеально. Просто там мелкая штучка, поэтому она выдавилась чуть хуже. Хотя нет, видите, нет, все-таки хорошо выдавилась. Вот. Все выдавливается просто вау. И еще сразу инструкция по сборке. И остальные части скворечника. все просто вываливается. Вот. И переходим к самому вкусному, друзья, к самим карточкам. У нас есть раз, два, три и четыре комплекта карт. Точнее, четыре пачечки. Сейчас мы попытаемся открыть. Все. Открылась с легкостью. Карточки, сразу говорю, они подлен. Здесь не то 130, не то 140, не то 150 уникальных видов птиц. Опять же, по слухам, это все птицы Америки. Поэтому у нас есть дополнение, которое уже можно на данный момент, на момент 2020 года 2 месяца, 2 февраля, ой, боже мой, какой 2 февраля, у нас 7 февраля является, можно предзаказать на Love Kinger, но это по желанию. тем не менее, я считаю, что доп надо предзаказывать, покупать к этой игре это важно. Правда, вот непонятно для меня, в доп приходит больше жетонов, больше карточек, больше всего, и учитывают ли жетоны, которые шли по предзаказу, жетоны, которые там. То есть, скорее всего, нет, но что-то придумать можно. Тем более, что комбинировать всегда можно. Я думаю, так. это была первая из четырех. Сейчас мы переходим ко второй. Я надеюсь, что мы ее сможем открыть. Открывается она в край тяжело. Мы призываем ножик на помощь. Ножик нам не помогает пока что. тяжело. тяжко открывается вторая пачечка. Пришлось ее вскрывать ножом. Кстати, о рубашке. Рубашка такая красивая с перьями. Она пока что у двух колод, из четырех она такая. и смотрим дальше птичек. Если что, у нас уже появился первый летсплей, но это первый летсплей снят лично нами, а не сторонними людьми для нашего канала. По настольной игре «Восходящее солнце» кикстартерная версия со всеми допами, со всеми промо, которые пришли к нашему любимому посетителю игротеки Эду. Там был и демиобокс, и промокарты, и монстры, и все. То есть все, что было, все есть. Карты просто шикарные на ощупь и достаточно плотные, что не может не радовать. Особенно в моем случае лично, потому что я протекторы не успеваю покупать, поскольку главное правило клуба это одна новая настолка в месяц, а я его часто нарушаю, покупаю две-три настолки в месяц. На сегодняшний день у нас 198 настольных игр на базе клуба, только лично моих. Есть еще настолки наших игротехников, там вообще штук 20, и настолки наших посетителей, есть ряд постоянных посетителей, у которых личной коллекции более 100 настольных игр, 200, и они постоянно что-то приносят. Вот Эд, Дима, они что-нибудь всегда вкусненькое, интересненькое принесут, уникальное. Поэтому наш фонд безграничен. Играй, не играй, это будет бесконечно. Во все игры не переиграть. Плюс наверняка есть игры, которые не нравятся, или просто механика не нравится в играх. Блин, вот я сейчас перелистываю карточки, они шикарные на ощупь, мне очень нравится. К несчастью, я в птицах не разбираюсь, поэтому ничего сверхъестественного сказать я не могу. Потом насколько богатый выбор, насколько небогатый выбор. Но тем не менее очень нравится качество игры. Итак, у нас здесь есть три интересных карточки, они вот такие вот. Наверное, карточки подсказок. А, видите, это первый раунд, третий раунд, второй раунд, четвертый раунд, это правила раундов, а это счетчик своеобразный. Это карточки Автомы, судя по всему. Если честно, я еще ни разу не играл с Автомой, у меня серп, у меня есть Charterstone, и с Автомой я ни разу не играл, потому что всегда есть с кем поиграть и во что поиграть, и вообще очень мало времени, потому что параллельно я занимаюсь. Ролевка, я тот парень, что в доспехах бегает по лесам и убивает эльфов. Я страйкболист, я анимешник, еще семья есть и так далее. Поэтому я в среднем играю в одну новую настолку каждую неделю. Ну, иногда бывает две, если меня уговорят, потому что по времени не влезаю. Такая вот у нас достаточно объемная распаковочка. Переходим к завершению, где мы увидим Dice Tower. Нет, стоп, друзья, я забыл. Самое важное, друзья, самое важное, это наши уникальные жетончики, которые к нам приехали. Замена жетонов, точнее это 3D рыбка. Блин, давай, переворачивайся. Вот такая вот рыбка, вот такая вот вишенка, мышку, змейку и колосок вы уже увидели. То есть, непонятно, я уже жалею, что я не заказал оба комплекта, то есть, сильно бы дороже это не вышло, а в плюс я бы так точно вышел. Опа, что-то у меня сегодня все валится из рук, друзья, нехорошо, недобрый знак это. И вот такие вот скворечники. Вот, пластиковые, шикарные, на вид, шикарные на ощупь, сейчас, наверное, красные будут смотреться лучше. Видите, мелкая отделка видна у него. Просто вау, друзья. Ну что, переходим к завершению. Ну что ж, друзья, вот мы и проверим распаковку настольной игры «Крылья», где мы нашли офигеннейшие планшеты, оформленные под журналы наблюдателей и орнитологов. Вот они вот так выглядят снаружи. Правила игры, автома, подсказки, кастомные кубики. Далее мы нашли «Dice Tower» в форме скворечника. Также яйца, они шикарные, пластиковые, но они как будто из дерева на ощупь. Куча птиц, офигеннейший органайзер для карточек, что очень редко бывает в играх, из-за чего карточки приходится пихать зи-блоки или как-то покупать органайзера. Здесь уже все есть, что очень круто. Яиц очень много. Также я показал вам, друзья, отдельно докупаемые части игры. Это замена картонных фишек еды на пластиковые, но мы пока еще не знаем, хватит ли их при игре с допом. Потому что в допе приходят еще. И у нас еще пришли маленькие скворечники, которые заменяют судя по всему вот эти кубики. В общем, игра просто супер, просто вау. На ее покупку мы решались вместе с женой, потому что есть часть игр, которые покупаю только я. То есть покупаю я, решаю, есть которые покупает жена. А эту мы захотели купить вместе, потому что она вроде бы не сложная по правилам и очень красивая, очень антуражная. Ну что, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец, также вконтакте, в фейсбуке, в телеграме, инстаграме, на двух международных сайтах, tcr и bgg. Везде мой клуб Мир Коробки или просто Мир Коробки, потому что каждая игра это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока, друзья!